Добрый день дорогие телезрители в эфире программа Карачаева Черкесия онлайн и в студии ее ведущие Екатерина Иванова и Зураб Джандаров. О самых актуальных событиях дня, о том чем живет Карачаева Черкесия сегодня мы поговорим в прямом эфире с гостями нашей студии. К разговору можете присоединиться и вы позвонив по номеру 8 800 775 03 24. И как всегда наш эфир мы начинаем с краткого дайджеста новостей к этому часу. Давайте посмотрим. Избирательная комиссия Карачаева Черкесия приняла решение о создании молодежной избирательной комиссии республики. Ее основная цель – содействие избиркому в повышении правовой культуры молодых и будущих избирателей, организации выборов и референдумов на территории республики, формирование осознанного интереса молодых и будущих избирателей к вопросам управления государственными делами посредством выборов. Подготовки кадрового резерва избирательных комиссий Карачаева Черкесии. Молодежная избирательная комиссия сформируется в составе 15 членов комиссии. Срок полномочий – 3 года. Членом комиссии сможет стать гражданин Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет включительно, проживающий на территории Карачаева Черкесской Республики. В Карачаево Черкесии ведется масштабная работа по созданию документального фильма, основанного на реальных событиях и повествующего о депортации карачаевского народа. В минувшие выходные съемочная группа вернулась из Киргизии, где снимала места, в которых непосредственно проживал изгнанный народ. Кроме того, создатели проекта посетили семьи, которые стали жить на чужбине по тем или иным причинам. К настоящему моменту уже проведены съемки на территории старинных карачаевских селений Дуут, Учкулан и Дзалык. Завершить съемочный процесс планируется ко дню возрождения карачаевского народа, то есть к маю 2019 года. Столица Карачаева Черкесии 14 октября отметит покрова Пресвятой Богородице – грандиозным праздничным мероприятием. В день празднования 175-летия появления Покровского храма в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» пройдет фестиваль «Покрова в Верховьях Кубани», для участия в котором приглашаются все жители и гости нашей республики. В программе фестиваля – открытие памятника генералу, выставка работы умельцев-ремесленников со всех уголков Карачаева Черкесии, спортивные игровые мероприятия, большая концертная программа с приглашением артистов и творческих коллективов Карачаева Черкесской республики и Ставропольского края. К концу текущего месяца после масштабной замены главного зеркала начнет работу Большой зимутальный телескоп, расположенный в самом крупном астрономическом центре страны в Сауран в поселке Архыск Карачаева Черкесии. Сейчас необходимо покрыть зеркало алюминием, после чего можно полноценно работать. Телескоп позволяет делать уникальные наблюдения, поэтому завершение работ по замене зеркала ждут ученые из самых разных уголков страны. Тем более новое зеркало существенно расширит возможности астрофизиков, позволяя вести более точные наблюдения. Обновленное зеркало повысило проницающую силу телескопа при исследованиях предельно слабых и далеких объектов Вселенной. Повторная шлифовка поверхности зеркала обеспечила требуемую точность в 0,1 микрона, что в 100 тысяч раз меньше сантиметра. 27 и 28 октября в Черкесске состоится 9-й международный конкурс молодых дизайнеров Мингитау. Конкурс пройдет на базе Северокавказской государственно-гуманитарно-технологической академии. Участники прибудут буквально со всех континентов. 9-й международный конкурс молодых дизайнеров Мингитау призван содействовать воспитанию и развитию творчески одаренной молодежи, подготовке молодых специалистов в области дизайна, способность возрождению национальных искусств, укреплению дружеских связей и развитию сотрудничества между учебными заведениями России и зарубежья. Для участия в конкурсе приглашаются старшеклассники и студенты со всего мира. Участие в конкурсе – очное и заочное. Ну что ж, а мы переходим к главной теме нашей сегодняшней передачи. 19-20 октября на площадке курорта Архыз пройдет форум социальных предпринимателей Северокавказского федерального округа. Форум проводится в рамках реализации государственной программы поддержки малого и среднего бизнеса. Существенная часть деловой программы будет посвящена теме развития социального предпринимательства, государственной поддержки малого и среднего бизнеса, доступа негосударственного сектора к оказанию социальных услуг населению. В рамках форума запланированы мастер-классы, семинары, а также выставка, ярмарка товаров и услуг социальных предпринимателей СКФО. Важный фокус форума – поиск принципиально новых подходов и инструментов для решения задач социально-экономического сектора в Республике СКФО, а также обсуждение лучших региональных и мировых бизнес-практик. Как пройдет форум, кто будет в нем принимать участие и вообще что это за форум, мы поговорим сегодня с руководителем Центра поддержки предпринимательства КЧР Артуром Язаовым и предпринимателем Денисом Брэмом. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну давайте для начала, что это за форум? Мы вкратце так о нем рассказали, да, буквально в двух словах. Вы, может быть, дополните, что это за форум и для чего он нужен самое главное? Ну, форум социальных предпринимателей СКФО – это вот такая площадка для внедрения, наверное, идеи социального предпринимательства, так сказать, тем предпринимателям, которые хотят делать что-то полезное для общества. Для самого Центра поддержки предпринимательства данное мероприятие является, мы его позиционируем как самое важное в 2018 году и планируем собрать у нас на площадке все республики Северо-Кавказского федерального округа и также привлекаем регионы Российской Федерации, в которых социальное предпринимательство довольно хорошо развито. Это, в первую очередь, Ханты-Мансийский автономный округ – первый регион, в котором был принят закон о социальном предпринимательстве. Даже на федеральном уровне до сих пор нет нормативного закрепления понятия социального предпринимательства, тогда как уже Ханты-Мансийский регион, он уже такой вот… То есть они приедут как люди, которые лучше всего в этом разбираются? Да, 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 абсолютно верно. Также мы пригласили Ленинградскую область, которая активно развивается в этом направлении, и Подмосковье. Также к нам планируем, что к нам приедет также Санкт-Петербург. Как я повторюсь, уже сказал, это планируем собрать у себя на площадке все республики Северо-Кавказского федерального округа для того, чтобы… У предпринимателей, к сожалению, на сегодняшний день нет полного понимания, что же такое социальное предпринимательство. И вот именно с целью донести, что данные вообще направления деятельности, мало того, что это бизнес, который приносит хрон, также это бизнес, который решает определенные социальные проблемы. Вот наша основная цель именно такая – донести до людей, до предпринимателей, что социальное предпринимательство – это очень нужная вещь. То, чем стоит заниматься сейчас. То, чем стоит заниматься, да. На самом деле, довольно многие предприниматели и так занимаются социальным предпринимателем, по предпринимательствам реализуют определенные проекты в данном направлении. Но, к сожалению, не зная вообще… Я не знаю, что они социальные предприниматели. Да, что социальное предпринимательство и даже теми мерами поддержки, которые государство может предоставить, им они, к сожалению, не пользуются. Вот мы это все планируем обсудить у нас на форуме 19-20 октября. Ну, получается, что предпосылка к проведению этого форума – это просто даже, ну, такая некая не то что безграмотность, но некая невовлеченность в саму тему… Неинформированность. Неинформированность, да, о сути социального предпринимательства. Но вот если все-таки об этом говорить, мы часто это уже слышим, и на форуме МАШУК, и на различных других площадках возподнимается вот это вот словосочетание, вот этот термин «социальное предпринимательство». Но по сути своей, что это такое? Социальное предпринимательство – это прежде всего бизнес. Хочу сразу провести такую грань между пониманием социального предпринимательства и реализацией социальных проектов в сфере некоммерческих организаций, да, либо же благотворительности. Это абсолютно разные вещи. Если реализация социальных проектов в сфере НКО – это прежде всего не бизнес, это просто определенный проект, который, как правило, у которого есть спонсор. Все мы знаем, да, что на федеральном уровне раздаются гранты, социальные, гранты некоммерческим организациям для реализации определенных социальных проектов. Это прежде всего государство выступает спонсором, да, при реализации данных проектов. И благотворительность точно так же, то есть социальный проект «Сверингхолл» – это проект, который имеет определенные временные ограничения и определенный бюджет. Ну и по сути он выходит в ноль, как бы спонсор. Да, у него нет цели заработать деньги. Да, нет цели заработать деньги. Благотворительность, ну, примерно то же самое, да, все мы понимаем, что такое благотворительность. То есть деньги даны, деньги реализованы, заработка нет. Абсолютно верно, и все зависит от настроения нашего спонсора. Социальное предпринимательство – это, как правило, это бизнес. Прежде всего это бизнес, то есть мы извлекаем из нашей деятельности доход. Но бизнес-процессы в нашем предпринимательстве, они решают определенную социальную проблему. Это может быть как трудоустройство у себя в производстве социально незащищенных слоев населения. Это не обязательно, значит, нам надо оборудовать рабочее место для инвалида, да, хотя государство предоставляет такие меры поддержки. Это, к примеру, вы трудоустройство у себя на работе целенаправленно людей, освободившихся из мест лишения свободы. Там людей, может быть, там незрячих, там людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Ну, беженцы те же. Беженцы те, которым довольно сложно у себя, сложно найти работу, да, вот у нас в обществе. Ну, хотим мы не хотим, какой-то определенный реакцию общества дает на те или иные ограничения физические. Это одно из направлений социального предпринимательства. Точно так же социальным предпринимательством может являться возрождение каких-то культурных традиций, возрождение каких-то старинных рецептов, приготовления, ну, к примеру, да, что у нас актуально, там, ну, к слову, там, айрана, там, к примеру, каких-то там, там, выпечки хлеба и так далее. То есть мы, если, например, запускаем какой-то бизнес и готовим тот же самый хлеб по определенному старинному рецепту, это называется социальным предпринимательством, мы возрождаем определенные культурные традиции. Хочу сразу рассказать об очень интересных практиках, которые в настоящее время мы сейчас пытаемся реализовать. Дело в том, что у Центра поддержки предпринимательства заключено соглашение о сотрудничестве с фондом «Наше будущее». Фонд «Наше будущее» — это федеральная такая организация, которая занимается предоставлением беспроцентных займов социальным предпринимателям. То есть это определенная мера поддержки. Ну, для этого готовится определенная заявка и направляется туда. Вот сейчас мы прорабатываем одну заявку, хочу про нее рассказать, чтобы просто было понимание. Значит, компания называется «Чайный домик». Находится она по пути на медовые водопады и, так скажем, аккумулирует в себе очень большой такой поток туристов, которые там находятся. И они за счет собственных денег, за счет самих себя, так сказать, строят городок. Городок под названием… Они как бы возрождают сказку, есть такая карачаевская сказка про Эмигена. Ну, это такой злой персонаж, там что-то вроде дракона, но они его делают очень добрым, строят дом Эмигена, там целый лабиринт будет. И на самом деле хочу очень так похвалить и поблагодарить данных предпринимателей за такую вот инициативу и стопроцентную отдачу себя этому делу на одной идее. Они уже вот порядка десятых годов это все строят. На самом деле очень красиво, очень круто получается. И вот я думаю, когда они завершат данный проект, я думаю, туристы будут просто в восторге. Мы на стадии строительства просто там смотрели, ну очень круто и красиво. То есть это такая сказочная этнодеревня какая-то получится. Да, да, да. Вот это пример социального предпринимательства. То есть они возрождают определенную культурную такую вот сказку, да? Ну, тем не менее, они зарабатывают деньги. Конечно, абсолютно верно. Это прежде всего бизнес, не нужно забывать. Вот, а можно продолжение темы? Ну, если я как-то там, я не знаю, продаю условно одежду по каким-нибудь сверхнизким ценам, ориентируясь на финансово не самые богатые слои населения, это тоже можно считать социальным предпринимательством? Или как? То есть вот где вот в этом направлении? Где заканчивается просто социальное предпринимательство? А где социальное предпринимательство? Абсолютно верно. По сути, это тоже является социальным предпринимательством. Как я сказал уже, даже на федеральном уровне четкого определения границ социального предпринимательства нет. Но все, что вы позиционируете с точки зрения социальной направленности, вот вы говорите, я конкретно продаю вот эту одежду социально незащищенным слоям населения, и с этой целью устанавливаю сверхнизкий цен. Вот к примеру, давайте возьмем пример, вы недавно абсолютно на Ленина стоял такой контейнер, куда любой желающий мог свою одежду туда, как бы так скажем, скинуть. Ну это как бы в целях благотворительности все делалось. Если вы по сверхнизким ценам скупаете эту одежду и тут же ее перепродаете с минимальной наценкой, это социальное предпринимательство. То есть вот просто нету такого понимания, да, то есть если накидывать 10%, то это социальное предпринимательство, а если накидываю там 100%, то это не социальное предпринимательство. Нет, конечно нет такого четкого ограничения, потому что это невозможно их установить. Просто с точки зрения позиционирования себя. Есть, вот кстати, это очень хороший пример был, есть в Санкт-Петербурге, честно говоря, не вспомню фамилию замечательной женщины, но она вот именно такой проект реализовала. Они скупали по сверхнизким ценам вот эту одежду, которая по сути никому не нужна была, и потом ее перепродавали с минимальной наценкой. Вот готовый проект по социальному предпринимательству. Причем это является, она там чуть ли не сердце его открыла, является одной из лучших практик, которые вот приводят в пример на, ну, на федеральном уровне, вот у нас спикеры приезжали по этой теме, рассказывали нам. Вот живой пример. А так, очень часто, вот если говорить о вот этом направлении, именно об одежде, да, и обо всем прочем, сегодня становится модным, когда популярные дизайнеры, которые создают какие-то брендовые вещи дорогие, сотрудничают с какими-то магазинами масс-маркета, и, соответственно, выпускают какие-то коллекции для масс-маркета. Я бы не стал называть это социальным предпринимательством. Но, в принципе, тоже, да, в какой-то степени. Учитывая, что, как сносят с витрин эти коллаборации, то это вообще про другую историю, мне кажется. Но, опять-таки, все равно, для самого бренда это получается какая-то социальная деятельность. Артур, ну и в продолжение темы можно я вот все-таки закончу? Для моего понимания, я думаю, для наших зрителей, если у меня есть бизнес, он вполне себе коммерческий, да, ну вот со стороны, но, допустим, я 10% своей прибыли жертвую на благотворительность, можно ли этот бизнес назвать социальным? Нет, это нельзя назвать социальным предпринимательством, это вы занимаетесь благотворительностью. Социальное предпринимательство – это когда вы работаете у себя на работе, вы решаете определенный, если у вас при реализации вашей деятельности не решаются определенные социальные проблемы, это не социальное предпринимательство. Если просто вы, у вас бизнес-процесс выстроен таким образом, что вы, я не знаю, продуктовый магазин, простой пример, вы там работаете, как работали, при этом, грубо говоря, там 10% тысячу рублей взяли и отдали кому-нибудь на улице, это уже не социальное предпринимательство. Это уже не заработок, это уже града. А если у меня скидки для пенсионеров, вот только для пенсионеров у меня, вот тогда это уже социальное предпринимательство. Можно и так, и социальное предпринимательство, да. Опять-таки взять социальная аптека, сейчас они так и называются, социальная аптека, когда по определенным ценам продаются лекарства, а для ветеранов, для пенсионеров и для каких-то еще слоев населения еще и скидка дополнительная. Денис, хочется перейти к вам, я знаю, что вы будете участником этого форума, и что вы уже подали заявку и планируете принимать там активное участие. Расскажите немножечко о своем бизнесе и о том, для чего вам нужен, собственно, этот форум. Дело в том, что на базе нашей текущей площадки, нашего бизнеса, мы хотели бы решать социальные проблемы, быть социально ответственной компанией перед обществом и решать те проблемы, которые есть. Поэтому мы специально идем на форум, чтобы увидеть, возможно, какие-то уже наработанные проекты, получить какие-то свежие идеи, обсудить наши текущие идеи, понять, какие подводные камни могут встретиться на пути их реализации и, возможно, разработать способы, как мы можем максимально эффективно реализовать этот проект с максимальной эффективностью для каждой из сторон. То есть у вас уже есть какие-то идеи по поводу социальной ориентации своего бизнеса? Да, у нас есть идеи, которые напрямую, тесно связаны с нашим бизнесом, но также есть, которые уже несколько отходят от него. К примеру, один из примеров, то, о чем говорил Артур, это трудоустройство определенных ниш населения. У нас на данный момент стоит вопрос о трудоустройстве человека, который из ДНР. То есть это человек, который является беженцем. И остро встает вопрос о том, как проводить это трудоустройство, каким образом проводить все эти операции. И на данном форуме мы надеемся получить на этот вопрос ответы. Также у нас очень вдохновила, к примеру, идея, не совсем только помню, где анализовано, по-моему, в Москве. Ребята подошли к решению, интересно подошли к решению проблемы бездомных животных. К примеру, в той же Москве, это очень острая сейчас проблема, они сделали интернет-площадку, на которой представлены все домашние животные, домашние, прошу прощения, бездомные животные. Бездомных, которых они нашли. Помимо того, что они пытаются их пристроить, они сделали интересный ресурс, где вы можете погладить этого животного, покормить его. И совершив операцию, так сказать, оплаты, вы видите этот процесс. Там записано, к примеру, какое-то видео, а потом после к вам на сайт с сайта приходит видеоотчет. С этим процессом именно касательно того, что вот когда вы оплатили, вы покормили этого животное, также они тесно сотрудничают с ветклиниками, соответственно, животных лечат, за них заботятся, проверяют. Таким образом, здесь выигрывают три стороны. Это одна сторона предпринимательства в виде ветклиник поставщиков кормов, а вторая сторона в виде той площадки, которая это все агрегирует. И третья сторона – это общество. Тем самым мы решаем проблемы бездомных животных. А больше всех выигрывают самые животные, получается. Самые животные, да. Да, это один из примеров, которых мы надеемся еще больше увидеть, перенять опыт. И, возможно, проекты, которые успешно реализованы в Ханты-Мансийской автономной области или где-то еще, мы можем уже решить, воплотить в нашей республике. Ну вот, хочется, конечно, побольше узнать, чем именно может помочь форум вашему делу. И для этого я предлагаю вам и нашим телезрителям посмотреть небольшой сюжет, который немного анонсирует предстоящие события. Внимание на экран! Денис Брэм – руководитель косметической компании. У него есть свой собственный бренд, который пользуется спросом у покупателей. Но, как и любой предприниматель, достигший определенного успеха в своем деле, Денис мечтает о развитии. Сейчас он задумался о новом для себя направлении – социально ориентированном. Он только полагает, что там его ждет много подводных камней. И чтобы заранее узнать о новой для себя сфере, более детально решил принять участие в форуме предпринимателей, который пройдет с 19 по 20 октября в Архызе. Данный форум и данная площадка была бы очень для нас полезна для сбора, поиска той информации, которой мы могли бы пользоваться в реализации этих проектов, а также понять и увидеть все те подводные камни, которые нередко встречаются в подобных проектах, и сразу обсудить с участниками форума о том, как их избежать или как решать проблемы, которые могут возникнуть. Как обещают организаторы, программа форума будет интересна многим. И тем, у кого уже есть свой бизнес, и тем, кто только задумывается об его открытии. Единомышленники из разных регионов нашей страны, а также ближнего и дальнего зарубежья, соберутся вместе, чтобы обсудить перспективы развития социального предпринимательства. Мы как раз таки хотим активно, очень активно продвигать эту идею, реализовывать все меры, применять меры поддержки от государства, для того, чтобы развивать социальное предпринимательство, и для того, чтобы, в принципе, и предприниматели получали максимальный положительный эффект от реализации своих бизнес-проектов. И общество, население получало максимальную пользу от реализации данных бизнес-проектов. Программа форума рассчитана на два дня, в течение которых пройдет множество мастер-классов и круглых столов. Организаторы надеются, что в итоге проектов, связанных с социальным предпринимательством, станет в нашей республике больше, ведь это неоценимая помощь государству в решении важных вопросов. Мы хотим сделать данный форум такой точкой входа в тему социального предпринимательства в регионы Северокавказского федерального округа. Сделать, может быть, ее даже ежегодной, для того, чтобы развивать это направление, эту тему в наших республиках и получать максимальный позитивный эффект от реализации вообще данного направления. Сейчас для участия в форуме подано уже более ста заявок. Большая часть из них от предпринимателей Карачаева-Черкесии, но регистрация еще продолжается, а значит, возможность стать его участником есть у каждого. Ну что ж, а мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что тема нашей сегодняшней передачи форум социальных предпринимателей Северокавказского федерального округа, который пройдет у нас в Архизе. И у нас в гостях Артур Изавов и Денис Брэм. Артур, у меня такой вопрос. Чем будет полезен сам форум непосредственно для предпринимателей? Что я, как социально ориентированный предприниматель, найду для себя на этом форуме? Почему мне нужно туда поехать? Ну, в первую очередь он будет носить такую просветительскую, так скажем, участие в этом форуме, будет носить такую просветительскую ценность для всех предпринимателей. Потому что довольно многие ребята, они занимаются бизнесом, пытаются где-то какие-то акции проводить. Да, там у нас буквально была недавно акция «Купи кофе и часть денег мы пустим на благотворительность». Да, вот такого плана. И на самом деле даже люди немножко недопонимают, чем они занимаются и как можно вообще это направление развивать. И вообще форум раскроет понятие социального предпринимательства, будет очень активно вообще обсуждаться, как можно реализовывать вообще это направление посредственно у себя в бизнесе, какие максимально полезные эффекты для общества можно будет достичь, внедряя те или иные определенные направления социального предпринимательства в своих бизнес-процессах. То есть туда могут приехать не только люди, у которых уже социальное предпринимательство, а просто любой бизнесмен, который хочет как-то перенаправить или новое направление для своего бизнеса выбрать. Я вам даже больше скажу. Туда может приехать абсолютно любой желающий человек, не обязательно это должен быть предприниматель, который просто хочет познакомиться с данной темой, с данным направлением. Вообще социальные, кто такие вообще социальные предприниматели? Как правило, это не люди, которые ставят первостепенно зарабатывание денег, получение дохода. Первую роль они ставят максимально полезные эффекты для общества, для того, чтобы насколько обществу будет полезно то, что они делают. А уже во вторую очередь, это зарабатывание денег. Вот есть такая одна очень интересная тоже практика российская. создал, ну был один предприниматель, он привлек, они плели такие авоськи. Знаете, в советское время еще все носили с такими сетчатыми авоськами апельсины. И вот он привлек к производству данных авосьок, то есть к плетению слепых детей. То есть для него, в принципе, извлечение прибыли не является главной вообще темой его вот этого бизнес-проекта. То есть он где-то их продает, где-то реализовывает, какую-то прибыль получает, но главное, он задействует у себя вот этих слепых детей, которые вот это, ну представьте себе, когда ты нужен, когда ты какой-то эффект этого получаешь, насколько приободряется вообще дух ребенка. И вот хотелось бы тоже сказать, фонд «Наше будущее» вообще это организация, учредитель которой является Лукойл и лично Вагит Алекперов. И я просто хочу рассказать о связи с Лукойлом. И вот их программа, все те продукты, которые производятся социальными предпринимателями, те же самые авоськи, если вы, может быть, замечали на заправках там по трассе, где-то вы заходите в крупный мини-маркет Лукойла, там будет стоять такая стойка с какими-то подделками, какими-то такими игрушками интересными. Так вот, это все продукция социальных предпринимателей. То есть тех людей, это вот такая мера поддержки, которую вот оказывает данный фонд. То есть социальные предприниматели производят ту или иную какую-то продукцию и Лукойлу отдают, они у себя уже на витринах все это выставляют. То есть есть какие-то каналы реализации твоих продуктов, и тебе не нужно искать, где это все продавать. Да, ну, есть выбор. Хотите, как бы, сами реализовывайте, хотите, вот, пожалуйста, Лукойл у вас все заберет. Но тут же, получается, и само место продажи выступает как социальным предпринимателем, потому что продает вот эти вот вещи. Помогает социальному бизнесу. Да, это, получается, можно таким способом сотрудничества находить и способы реализации, и способы производства. И в итоге все вот эти три точки, они становятся социальными предпринимателями, потому что являются частью одного бизнеса. Абсолютно верно. А, это все рентабельно. То есть, получается, продукция, которую производят, она не в убыток. Б, решается определенная социальная проблема. Занятые, слепые, да, дети, которые производят, там, плетут эти авоськи. Ну, и C, это все, Лукойл носит свой вклад, да, вот их бизнес, носит свой вклад в развитие вообще социального предпринимательства в России. Ну, и опять-таки, как бы это ни было, может быть, как бы не звучало это грубо, но товар может лучше продаваться, даже в какой-то степени, потому что, если отмечено то, что эта авоська сделана руками слабовидящих или незрячих детей, то человек, даже если ему эта вещь абсолютно не нужна, захочет ее купить. То есть, он как бы не делает благотворительный взнос какой-то, но он, покупая эту вещь, поддерживает это движение. Я вам приведу один очень замечательный пример, именно то, о чем вы говорите. Если помните, есть такая актриса Нелли Урварова. Она еще, да, снималась в сериалах очень многих, по-моему, самым знаменитым был «Не родись красивой». Так вот, Нелли Урварова, она является инициатором такого вот бизнеса. Она, ну, ввиду, наверное, своей какой-то там социальной ответственности, она занималась с детьми, если не ошибаюсь, аутистами, и с детьми, у которых синдром давно, она с ними вот занималась живописью. То есть, она к ним приходила, они там рисовали, что-то, что-то, вот такого плана вот она вот, ну, как-то вот получала от этого удовольствие. В один прекрасный момент, она открыла магазин, и все их рисунки выставила в магазине. Прямо сказала вот это вот данные, рисунки, которые нарисованы вот такими особенными детьми. Приехали китайцы, это все было в Москве. Вот так, ну, они же ходят большими группами, численность от 20 до бесконечности человек. По такими группами по 5 миллионов человек. Вот зашла одна такая группа китайцев и ни одной картины не оставила. То есть, вот, да. Это тот момент, когда хорошо, что вынесли магазин. Вот настоящий пример. Ну, понятно, что они брали эти картины только потому, что они, как бы, нарисованы таким вот особенными детьми, да. То есть, ну, понимание того, что они видят мир совсем по-другому. Но они не кидали деньги просто в какую-то урну, которая была предназначена для сбора каких-то средств, а покупали и забирали эту картину. То есть, вот она купля-продажа. Да, 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 абсолютно. И она, насколько я знаю, она эти деньги постоянно вкладывает обратно в развитие своего такого вот… Ну, она, наверное, это все-таки позиционирует с точки зрения какой-то своей личной там заинтересованности, ну, наверное, благотворительности, но тем не менее, с этого идет какая-то определенная прибыль, и она постоянно эту прибыль вкладывает обратно в развитие вот детей, помощь детям, ну, и вот так вот. Артур, ну, тут, мне кажется, напрашивается сам по себе вопрос. Мы много говорим о поддержке государства, да, о том, что государство… Ну, то есть, как минимум, форум, да, он инициирован государством. Какая же она поддержка государства? Вот на что Денису рассчитывать, когда он начнет социально ориентированный бизнес? На какую поддержку материальную? Она наверняка на что-то рассчитывает. Она наверняка на что-то рассчитывает, она материальная какая-то, может быть, какими-то другими ресурсами. То есть, Лукойл, понятно, да, это очень классная история, но государство как участвует во всей этой истории? Ну, на самом деле, государство на сегодняшний день тему социального предпринимательства развивает с точки зрения поддержки по направлению информационно-конституционной, да, то есть, мы, как центр поддержки предпринимательства, мы готовы подключить весь свой административный ресурс, все свои возможности, все свои, так скажем, связи с какими-то федеральными структурами для того, чтобы реализовывать данный проект. То есть, у нас вообще передовиками по направлению социального предпринимательства все-таки является данный фонд, фонд «Наше будущее», да, он очень большие деньги вкладывает в развитие, в развитие данного направления, и наш центр помогает социальным предпринимателям, является таким связующим звеном между данным фондом все-таки и предпринимателем. Это вот одна из основных таких мер поддержки, которые мы вот на сегодняшний день оказаны, помогаем. Получается, собственно, ваш центр является вот одной из государственных, из республиканских форм поддержки вот таких предпринимателей. Да, абсолютно верно, вы можете к нам прийти. Ну, прежде всего, мы все-таки позиционируем себя как такой площадкой, на которой предприниматели могут встретиться, познакомиться, объединяться какими-то идеями, может быть, скайперироваться и реализовать какой-то проект по направлению развития социального бизнеса. Именно вот такое позиционирование, оно у нас основное. И мы пригласили на форум очень много федеральных спикеров, раскрывающих вот данное направление, которые просто имеют большой опыт, так скажем, в этом деле. И, так скажем, вкладывая вот это понимание в голову людей, мы вот хотим достичь каких-то определенных эффектов. Денис, ну а чем, собственно, вам помог уже Центр поддержки предпринимательства? Раз он поддерживает и тоже является такой форумом социальной даже какой-то поддержки. Нетворкинг, да, модный сейчас. Есть какие-то результаты уже? Да, действительно, результаты есть, результаты очень хорошие. И можно даже сказать, что знакомство с Артуром, его командой ЦПП в этом году для нас было, для нашей команды, было одно из, одним из важных, очень важных событий. Благодаря их помощи, совместной работе, кооперации и поддержке, к примеру, мы смогли посетить ряд выставок, которые были недоступны нам, как стартапов, начинающих компаний. И результатом стало открытие экспортных направлений. К примеру, сейчас мы, благодаря именно этим мерам поддержки, экспортируем косметику в Сингапур, в Казахстан, Киргизию, Узбекистан. Сейчас вот работаем по направлению Азербайджана, Кювейта, Судос-Карави, Турции. То есть... То есть чисто практическая польза все-таки есть от этого общения, от этого... Не просто знакомства какие-то, а увеличение продаж, да? То, ради чего и работает бизнес-то. Да, это увеличение продаж, это увеличение представленности, это открытие новых территорий, это получение важных контактов, получение опыта, просто даже изменение представления мира и рынка, как он выглядит. И это дает только одни бонусы и плюсы для любого предпринимателя и бизнеса. Безусловно, мы бы не получили такие бы результаты, если бы у нас не было бы поддержки ЦПП. И мы очень рады. Ну, сколько времени вы уже сотрудничаете? Ну, мы сотрудничаем уже, если не ошибаюсь, примерно конец 17-го, начало 17-го года. Я бы просто хотел немножко поправиться и для понимания вообще, чем занимается Центр поддержки предпринимательства. Дело в том, что у нас есть определенный ряд мер поддержки, которые мы оказываем предпринимателям. Это не только образовательное и то, о чем я сказал, позиционирование себя как площадкой для общения. То есть это не только просто клуб любителей заниматься бизнесом. Мы наряду с… Если говорить о выделении предпринимательства в отдельное социальное предпринимательство, то это да, это образовательная поддержка и такая площадка для общения и знакомств. Но если говорить о бизнесе в целом, то есть мы социальным предпринимателям наряду с обычными предпринимателями оказываем определенный ряд мер поддержки, куда входят. Значит, оплата участия в определенных, в различных бизнес-миссиях, как внутри Российской Федерации, так и за ее пределами. Оплата участия в различных выставках. То есть мы оплачиваем непосредственно все расходы, связанные с участием в выставке предпринимателя, точно так же как в Российской Федерации, так и за ее пределами. Вот с Денисом у нас есть очень хороший опыт. Мы в апреле месяце, Денис ездил в Объединенные Арабские Эмираты, была очень крупная выставка по косметическому направлению, по результатам которой полученный контакт с Сингапуром, уже заключен экспортный контракт. И это те меры поддержки, которые мы можем пощупать. Мы вообще, наш учредитель, Министерство экономического развития Карачаевской Республики и наш министр, Макухов Олег Харунович, придерживаются такой политики, что в принципе мы отошли от предоставления прямой финансовой поддержки. То есть напрямую, да, там, предоставлением субсидий предпринимателям. Потому что, как правило, эффект от этих субсидий, честно говоря, нулевой. Немножко мы не допонимаем, для чего предотдаются эти деньги, живые деньги предпринимателям. Тем более у нас в Республике еще вообще вот это предпринимательство в целом, это такое молодое направление довольно-таки. То есть все занимались каким-то отдельным бизнесом. Много было бизнесменов, но никто не знал, что с этим делать. Каждый варился, а не было такой кооперации получается. Да, мы стимулируем развитие предпринимательства предоставлением сопутствующих вот таких вот услуг. То есть если предприниматель изначально инициативен и позиционируется в себя как вот с точки зрения развития своего бизнеса, то есть мы ему даем возможность поехать на ту или иную выставку, заручиться каким-то конкретным контактом и развивать дальше этот контакт. То есть будучи стартапом, он не обладает финансовой такой возможностью поехать, например, в те же самые Объединенные Арабские Эмираты, потому что это довольно затратное мероприятие, так скажем. Вот мы ему сделали, не мы ему сделали, это государство предоставило такую меру поддержки и после чего бизнес получает определенное свое развитие. То есть не просто идите за простоту речи, так скажем, раздачей хачанов, а конкретным стимулированием вот непосредственно своих каких-то внутренних убеждений на развитие своего дела. И хотелось бы очень большое такое пожелание так высказать, пользуясь случаем, во всему бизнес-сообществу нашего региона, обратить на нас как на центр внимания, потому что мы сталкиваемся немножко и с недоверием и что люди немножко нас недопонимают, так скажем. Но участие же в этих мастер-классах это бесплатно? У нас все меры поддержки бесплатно. Мне кажется, это ключевая для многих. А почему не доверяют? Вы же не говорите, заплати нам 5000, а мы тебе проведем мастер-класс. Во-первых, стереотип, ментальность и не воспринимают, не знаю почему. Как сложилось? Вот к слову бы я добавил к словам Артура, что важно для предпринимательского сообщества, для предпринимателя это не только заключить контракт, условно продать товар, поставить его на полку, но и назовем это сопутствующим его сопровождением. И что важно для уже состоявшегося контракта, для запущенного контракта, это дальше его развитие. И ЦПП здесь активно помогает предпринимателям, к примеру, часто вопросом является защита права торговой марки или прохождение определенных сертификаций, которые требует та или иная страна. И зачастую это бывает очень затратно. Есть такие случаи, когда предприниматель даже уже фактически с заключенным контрактом не мог войти на рынок, потому что те расходы, которые ему нужно было понести, или ту информацию, которую ему нужно было получить, он не мог ее найти и не мог оплатить эти расходы, так как, к примеру, он являлся маленьким мини-переприятием, но расходы превышали всю валовую прибыль, которую он получал. Соответственно, им просто даже не было откуда взять этих денег. ЦПП в этом плане помогает, дает возможность защитить свой бизнес уже на международной площадке, что тоже очень важно в условиях современного насыщения рынка контрафактом и подделками. И дает возможность также информационной поддержки. Одна из самых больших проблем – это поиск контрагентов, это общение, это установление каких-то контактов, это использование людей, которые обладают знанием, к примеру, найм, людей, которые обладают английским языком. Не все сейчас компании имеют таких сотрудников, это тоже иногда бывают проблемы. Есть такие компании, у которых даже есть запрос, например, на экспорт, но они не могут его проработать, потому что у них нет подобных… Вы просто не знаете, как скоммуницировать с этими людьми. Да. И тут, будучи стартапом и маленьким предприятием с маленьким оборотом, он, к примеру, не может себе позволить нанять высококвалифицированного переводчика. Он не уверен в этом контракте до конца, он переживает, что он сейчас потратит деньги, и, к примеру, ему нужно производить продукцию, а у него нужны деньги только на это. Соответственно, он отказывается от экспорта. Мы сейчас являемся экспортоориентированной страной, что очень важно. И благодаря этому ЦПП может не только запускать контракты, помогать запускать, но также их сопровождать. И хотел бы сказать, что список возможных ресурсов для помощи, будь то финансовый и не финансовый, он крайне обширен. Иногда мы можем просто собраться и, наверное, час обсуждать, какие ресурсы мы можем задействовать, и от чего-то приходится просто отказываться, потому что все невозможное объятие за один раз сразу. Денис, вот у меня сразу такой вопрос, я немножечко сейчас поставил себя на ваше место. Не страшно пускать во внутреннюю кухню людей, которые не являются частью вашей команды в полном смысле этого слова? Процесс работы... Потому что бизнес-процессы, они же достаточно скрытые обычно, то есть люди зачастую не оглашают суммы контрактов, суммы каких-то там издержек профессиональных, а вы людей, которые не являются частью вашего бизнеса, при всем при том, что они могут являться вашими друзьями и помогать вам, но тем не менее, вы их, пускай, не страшно? Мы не являлись друзьями... Друзьями, я имею ввиду, по бизнесу. До нашего знакомства. Да, да, я неправильно выбрал слово, да. Денис, предприниматель, который просто, благодаря своей активной жизненной позиции, просто пришел к нам и начал пользоваться всеми мирами поддержки. Если позволите, можно я отвечу на этот вопрос? Хорошо, мы Дениса тоже хотим услышать. Дело в том, что Денис затронул тему экспорта, просто хотелось бы тоже рассказать в двух словах. В 2018 году у нас на базе Центра поддержки предпринимательства открылся Центр поддержки экспорта и вообще направление развития экспорта нашей республики мы выделили в отдельное, очень глобальное направление и занимаемся конкретно отдельно развитием экспорта у нас. Это к пониманию всех тех, так скажем, мер поддержки, которыми Денис обладал. У нас он очень обширный именно по линии развития экспорта. Просто что хотелось сказать. Дело в том, что изучив немножко, так скажем, и рынок и исходя из нашего личного опыта, мы пришли к мнению, что предприниматели на сегодняшний день, к сожалению, морально не готовы работать с экспортом. Я не знаю, наверное, бояться. Именно морально не готовы? Морально. Морально, потому что мы им говорим. Давайте, вы не поверите, мы работаем инициаторами во всех, так скажем, для предпринимателей, для тех получателей поддержки, чтобы они получили предпринимательную поддержку, инициаторами всегда являемся мы. Мы их отпишем и говорим, вот у нас есть, пожалуйста, воспользуйтесь. И предприниматели нам говорят, вот мы, например, организовывали бизнес-миссию почти во все страны СНГ, и, как правило, слышим одно и то же. Вы поедьте, вот вам наши каталоги, ну и там уже контакты какие-то, если будут нам, короче, передадите, будем их отрабатывать. То есть такой активности? Подход такой. А вот Денис, я попрошу его рассказать, как он подходит к своей работе, и результат немножко все-таки отличается от того, каким подходом подходит обычный, так сказать, предприниматель. Ну, прежде чем ехать в какую-то страну, будь то страна СНГ или уже дальнего зарубежья, на первом этапе, естественно, нужно провести анализ рынка данной страны, далее провести анализ потребности вашего продукта, возможно, ваш продукт просто не требуется на этом рынке, или те рыночные условия и конъюнктура, которые там присутствуют, она будет просто, вам не сможете работать на ней. Если этих, так сказать, барьеров нет, далее нужно провести поиск потенциальных ваших партнеров, попытаться провести с ними предварительные переговоры, увидеться, что им интересен продукт, и когда вы приезжаете уже на какую-то… Самое сложное – договориться с ними, найти с ними контакт. Ну, мы-то и помогаем, он в кооперации. Пройти секретаря, да? Не, на самом деле это все происходит в кооперации, мы выходим на торгово-промышленную, если есть представитель торгово-промышленной палаты Российской Федерации в той или иной стране, либо торговое представительство Российской Федерации, мы обязательно направляем туда запрос, просим подготовить какой-то пул предпринимателей, с кем вести переговоры, ну, дополнительно, естественно, сам предприниматель должен тоже понимать, куда он ездит. А то есть, вот этот пул, который он предоставляет, а это уже предприниматель, то есть, у вас не нужно, да, я не просто так про секретаря сказал, вам не нужно обзванивать их самостоятельно, они ждут от вас предложения? Предварительная проработка предложений всех, она проводится. То есть, прежде чем куда-то поехать, там уже все на мази, все решено, и вас ждут, грубо говоря. На переговоры. На переговоры, да. Вот, завершая все-таки сегодняшний наш разговор, давайте расскажем о предстоящих каких-то мероприятиях, которые пройдут на базе центров, возможно, действительно, те, кто с недоверием относился до общения такого, он в онлайн режиме с вами, захотят прийти и попросить, грубо говоря, помощи и, возможно, развить свой маленький бизнес-проект в какую-то неплохую такую рабочую историю. Ну, что касается недоверия, вот мы, кстати, не ответили на вопрос о том, касаемся ли мы кухни, да, внутренняя кухня предпринимателя, я не знаю, может Денис ответить, но со своей стороны хочу сказать, что вообще не лезем во внутренние процессы, переговоры проводит сам лично предприниматель. Абсолютно никаким краем-боком внутренних бизнес-процессов мы не касаемся, просто мы, я же говорю, сопутствующие услуги даем возможность предпринимателю самому. Вот по типу как раз пула предпринимателей в стране, возможной для экспорта. Да, абсолютно верно. То есть здесь ЦПП, он является некой такой сопровождающей предпринимателя стороной, является его так поддержкой и опорой, от которой он может дождать какой-то помощи, но при этом не трогает его внутренних процессов, не участвует в переговорном этапе и соответственно ту коммерческую составляющую, которая важна для каждого предпринимателя, является его такой некой силой, она остается, так сказать, при нем и соответственно не раскрывается этой информацией. И какие мероприятия ждут нас? Так, самое ближайшее мероприятие уже началось сегодня, в 3 часа у нас образовательный тренинг проводится, школа предпринимательства. Да, абсолютно верно. Значит, в эту субботу будет у нас тренинг ораторское искусство, будет проводить его Лолита Склярова, она является руководителем школы публичности в Ставропольском крае, довольно высококвалифицированный специалист. Значит, потом у нас следующее наше мероприятие, это уже тренинг по экспорту будет проводиться у нас для экспортеров, для предпринимателей, либо планирующих начать экспортную деятельность, либо экспортеров уже действующих, тоже проводятся образовательные тренинги узконаправленные. Далее у нас это будет на следующей неделе, вторник всегда, в субботу, 19-20 октября форум. Ну и далее еще довольно огромное… Событий просто немедлено вообще. Просто мне кажется, что сейчас вот зрителям, которые занимаются предпринимательством, просто нужно было сидеть ежедневником и расписывать планы на ближайшие дни. Может у вас какой-нибудь есть инстаграм-аккаунт, который вы ведете и информируете, через который аудиторию, либо как и на сайт… У нас есть аккаунты в трех социальных сетях, это инстаграм, фейсбук, контакт, ну самый у нас такой активный, это инстаграм, цпп-кчр. Все наши мероприятия анонсируются в данном аккаунте. Что еще сказать? Мероприятия открытые, бесплатные. Вот допустим я, у меня нет собственного бизнеса, я не предприниматель, но я там об этом подумываю. Я могу прийти и послушать, например, мне просто интересно послушать про ораторское мастерство. Я могу спокойно прийти в субботу к вам. Абсолютно спокойно, можете прийти, послушать, все абсолютно бесплатно, все очень доступно, приходите, будем вас ждать. Супер, ну я постараюсь, лично я постараюсь. Два слова, что касается нашего форума социальных предпринимателей. Хотелось бы просто сказать, что все желающие для того, чтобы… Дело в том, что поскольку он будет проходить в Архизе, есть определенные такие особенности с организационного плана, да? То есть как до туда добраться, как зарегистрироваться там, ну и так далее. Просто хотелось бы сказать, что первое, в плане регистрации есть два способа сделать это самостоятельно, зайдя на сайт, официальный сайт нашего форума. В интернете просто форум соцпредпринимателей СКФО, он первый у нас сайт выходит. Либо же позвонив нам в центр, на самом деле это самый простой способ, 282451, просто изъявить желание, и мы сами уже за вас все это сделаем. И по поводу того, как добраться до Архиза, нами будет организован трансфер для всех желающих 19 октября утром. Все, у кого проблемы с транспортом, могут сесть на автобус и спокойно доехать. Замечательно. Ну, спасибо вам большое, что вы сегодня пришли к нам в студию, рассказали о предстоящем форуме, о работе Центра поддержки предпринимателей Карачаева-Черкесии. Вам, Денис, спасибо, что тоже рассказали на своем примере о том, как это все работает. Мне кажется, что наш сегодняшний разговор был довольно-таки полезным. Ну и как минимум очень интересным. Спасибо. Спасибо большое. Ну что ж, мы завершаем наш сегодняшний эфир, и встретимся с вами завтра в 15.00 на телеканале Архиз24. Всего доброго. До свидания и хорошего вам дня. Субтитры создавал DimaTorzok